Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я снимаю для вас видео-блог, как я иду делать себе губки. Хочу начать с того момента, что многие блогеры, они скрывают то, что они что-то с собой делают, и, если честно, мне кажется, их немножко глупо и тупо. Объясню почему. Например, вы видите человека до, и, например, через год абсолютно другого человека, и он утверждает, что вот эта бровь, она сама по себе вот так вот стала. И губы сами по себе увеличились, и грудь стала больше сама по себе. Но мы, естественно, знаем, что такое не бывает, и это просто сказки, не знаю для кого. Поэтому я не скрываю, ребят. Если я что-то делаю, я буду показывать вам, рассказывать об этом, о своих впечатлениях и так далее. Я буду делать у очень хорошего врача, у доктора Садыговой. Ссылочку я оставлю внизу на ее инстаграм, вы можете ознакомиться с ее работами. Начать хочу с того момента, что она врач, она не просто прошла какие-то курсы и все, начала колоть. Вот. Процедура безопасная, она временная, то есть всего на год на полтора, то есть если мне не понравится, также если вам не понравится, вы можете в дальнейшем не делать просто эту процедуру. Но попробовать, мне кажется, стоит. Я думаю, что мне подойдет, потому что у меня маленький рот, вот, а нос и глаза большие, поэтому я думаю, что мне понравится, и в дальнейшем я тоже буду делать эту процедуру. Но если вдруг мне не понравится, можно дальше просто не делать. Вот. Поэтому как-то так. Она выбрала хороший препарат, она выбрала хорошую форму для моих губ, я ей полностью доверяю. Так, ребят, я иду, просто здесь ветер, поэтому я вам не снимаю, все равно ничего не будет слышно. А то я постоянно во влогах снимаю, снимаю, а потом ветер не дает ничего оставить. Вот такой, хотела бы, так бы не получилось сделать. Ужас, где это я успела так испачкаться? Не знаю, может, на экскалаторе. Вот, мне нанесли анестезию, я уже не чувствую свои губы, сняли макияж, сейчас мы будем колоть. Суру, скорее, не делай. Угу. Суру, скорее, не делай. Суру, скорее, не делай. Хорошо, спасибо. так я специально взяла ракурс как можно ближе чтобы вы хорошо могли увидеть мои губы я значит пришла после процедуры и хочу с вами поделиться первыми впечатлениями на самом деле мне немножко тяжело говорить в том плане что мне наносили обезболивающий гель и после него эффект еще не прошел поэтому я немножко не чувствую свои губы и быть может первое впечатление у вас сложится не очень хорошее это первый день и естественно сейчас есть отек моя мама увидела меня и говорит что даже если губы останутся такие это круто классно смотрится даже меньше и не надо но врач сказал что они завтра будут еще чуть-чуть побольше а потом отек спадет то есть третий четвертый день уже на четвертый день мы уже увидим конечный результат честно я безумно просто довольна я считаю что такие губы они мне идут мне большие глаза большой нос и получается маленький ротик маленькие губки и все это вместе сейчас дополняет и выглядит просто потрясающе но в то же время очень естественно красиво смотрится еще асимметрия которая у меня была была после брекетов теперь все супер симметрично как я и хотела девчонки кто боится это все временно то есть через 8-9 месяцев этот эффект он просто спадет так что не бойтесь можете спокойно колоть еще мне врач сказала что есть специальный препарат который можно сделать после наверное недели есть вам не понравился результат вы можете проколоть этот препарат и все у вас исчезнет прям сразу но мне все максимально нравится я больше не буду красить именно помадой просто нанесла блеск и пошла как я всегда хотел вырисовывала всегда контур там где губ уже нету чтобы они в кадре казались пухлее то есть каждый раз это делать зачем если есть такая процедура которая занимает буквально 10 минут и получается такие красивые губки как в стоматологии бывает что-то вот наподобие когда вы лечите зуб вам делают какой-то укол и у вас просто вся сторона не имеет вот у меня сейчас такое состояние у меня губы как будто онемели я их не очень хорошо чувствую вот проходит время с каждой минуты мне как бы проще как-то ну разговаривать и все такое если у вас внутри есть такое желание мне кажется нужно делать потому что живем один раз если внутри есть какие-то комплексы почему бы нет я если честно хочу просто просыпаться и чувствую себя уверенной в себе нравится самой себе на самом деле мне мои губы не нравились потому что я каждый раз вот как раз таки красила губы там где губ нету вот огромное спасибо всем за приятные комментарии в инстаграме мне безумно приятно я все это читаю спасибо вам огромное за поддержку кстати еще насчет парня парень изначально был против но потом когда он увидел губы он говорит что мне это очень подходит очень красиво смотрится не вульгарно ему понравилось но мне говорит что нужно вовремя уметь остановиться то есть все классно все круто но больше не надо но я согласна с ним принц меня все устраивает все круто мне кажется тут очень важно именно врач должен быть хорошей не просто где-то в салоне какой-то не знаю специалист который просто закончил какие-то курсы мне кажется лучше выбирайте врача дерматолога который работает в клинике я делала как раз таки в клинике это никакой не подвал там спустись туда загни сюда и там будет салон вот в этом салоне рядом с туалетом есть будка вот там я работаю нет не так ребят выбирайте специалистов которые работают действительно в клинике и и которые имеют медицинское образование мой доктор доктор найда я и сейчас надумала что ей ну 25 максимум 30 но когда я узнала ее возраст у меня сразу такая мысль все все что вы делали с собой вы проделаете со мной на протяжении моей жизни я тоже так хочу как вы то есть если есть возможность быть красивыми почему нет в общем это был первый мой день так я вновь возвращаюсь к вам уже второй день вечер я специально решила снимать вечером вот такие вот у меня губы они немного сильнее отекли на самом деле вчера пила очень много воды вчера больше было дискомфорта я прям чувствовала губы мне было немножко неудобно улыбаться но сейчас уже проще я хотела снимать целую неделю про мои губы но сейчас я думаю что все равно в инстаграме вы видите все эти истории с губами я там делюсь впечатлениями и потом я такая думаю зачем тогда я снимаю видео если обо всем я рассказываю в инстаграме поэтому я попросила вас а спросить интересные вопросы которые вам интересно про эту процедуру про мои ощущения любые вопросы которые вам интересны я отвечу на них и вы знаете самый часто задаваемый вопрос это больно ли это было насколько больно на самом деле все люди разные у каждого болевой порог разный я чувствовала но это терпимая боль это такая боль как будто тебе делают укол то есть ничего сверх естественного то есть все терпимо все в пределах разумного если вы не идете на эту процедуру лишь из-за боли мне кажется это ерунда процедура длится около 15 минут не больше и как вы видите у меня нету ни одного синяка и мой врач ссылочку я оставлю внизу она мне сразу сказала что ни одного синяка у тебя не будет как я обещала ни одного синяка нету я просто все свои помады вот так вжих и в одну сторону все свои блески вот сюда реально очень удобно потому что нарощенные ресницы просто накрасила губы блеском и пошла мне очень нравится я давно мечтала об этом мне кажется если внутри вас есть желание что вот я хочу это сделать я хочу делайте а что касается того сколько мили у меня в губах я сначала думала делать 05 но потом врач мне сказал лучше будет если проколоть единичку сейчас смотрю на себя и думаю как хорошо что я послушала профессионал своего дела 05 это слишком мало на мой взгляд вот единичка это нормально вот это мне кажется в самый раз очень классно тем более сейчас у меня еще есть отек он сойдет и будет вообще бомба я думаю следующий вопрос который тоже очень часто встречается как отнеслись родители парень не знаю окружение на эти мои изменения все отнеслись замечательно кроме моего брата он как-то с юмором ко всему этому относится и он начинает шутить надо мной что айка мы тебя теряем сначала губы потом грудь попа я не узнаю свою сестру я в свою очередь скажу что я просто в восторге мне очень очень нравится еще кстати спрашивали как бабушка отнеслась к этой процедуре вы знаете бабушка даже не заметила что со мной что-то произошло сколько стоит сделать губы дорого ли это я вам скажу так все зависит от препарата который вы выберете я выбрал один из самых дорогих препаратов всю информацию по поводу препаратов чем они отличаются какой лучше и так далее вы можете найти в инфобоксе ссылочка на моего врача она с удовольствием ответит вам на все ваши вопросы удобно ли улыбаться если дискомфорт пока что дискомфорт есть мне не очень удобно улыбаться я могу конечно улыбнуться но мне не очень комфортно пока что потому что есть отек я сейчас читаю мне реально безумно приятно что люди пишут что я тебя отговаривал не делай айка сейчас смотрю что тебе очень идет спасибо огромное мне очень очень приятно и тут такой вопрос будешь ли ты еще что-то с собой делать нет ребят однозначно не буду я хотела губы у меня губы есть никакие скулы делать не знаю идти на ринопластику я не собираюсь максимум что я сделаю либо сделаю брови хной либо может микроблейдинг сделаю но это тоже не в ближайшее время и если я буду делать я обязательно буду делиться с вами своими впечатлениями своими мыслями на этот счет я очень тщательно отношусь к выбору мастера например микроблейдинг мне нравится один мастер но он делает супер дорого очень дорого и поэтому это меня немножко останавливает но если я все-таки буду делать я конечно же буду снимать вам то и после и показывать обязательно что нельзя делать после этой процедуры нельзя целоваться да девочки нельзя пить горячее то есть чай горячий нельзя пить противном случае у вас могут быть комочки нельзя делать никакие манипуляции с губами то есть вот вы сделали губы не трогайте их в общем на этом все если у вас остались вопросы то задавайте внизу либо переходите на мой инстаграм потому что обычно опросники оставлю именно там и вопросы я беру оттуда я пропала на один день и мне уже прям не хватает вас реально хотя в инстаграме мы с вами общаемся но все равно ютубчика мне немножко не хватает поэтому сегодня так же будет и мукбанг всем желаю удачного дня всем пока